Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В этом году в регионе произошли ряд важнейших событий, в их числе старт строительства второго моста через Обь, начало возведения научно-технологического центра в Сургуте. В завершении отчета Наталья Комарова вручила благодарности волонтерам и объявила тему следующего года. Дорогие земляки, поддержку инициатив десятка тысяч югорчан с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше, неравнодушным, близким, помогает потому, что не может иначе. В Югре за неделю число новых случаев заражения ковидом снизилось на 40%. Всего в округе в стационарах лечится около 100 человек, из них в Сургуте – 22. Как отмечают специалисты, новый штамм инфекции имеет минимальную тяжесть и меньшее количество осложнений. На данный момент в регионе больше преобладают традиционные сезонные болезни, например, ОРВИ. Заболеваемость выше эпид-порога примерно на 20%. По данным окружного Роспотребнадзора, почти три четверти всех выявленных случаев фиксируют у детей до 15 лет. В 22 дошкольных учреждениях Югры около четырех десятков групп закрыты на карантин. Ситуация более-менее стабильная. Большая часть инфекций сегодня, да, люди продолжают болеть сезонными, как вы выразились, острыми респираторно-вирусными инфекциями. И в составе именно эти заболевания сейчас преобладают. Коронавирус занимает лишь незначительную нишу. Но он есть, он остается в популяции и он продолжает, скажем так, распространяться среди населения. Поэтому в любом случае необходимо соблюдать правила, рекомендованные правила безопасности, особенно людям из группы риска. Давняя проблема. Жители домов на улице Некрасова, микрорайонов номер один и гидрономыв Белого Яра регулярно жалуются на едкий химический запах, из-за которого, по их словам, они не могут спокойно открыть окна в квартирах. С проблемой местные обращались в администрацию поселения, муниципалитета и к губернатору Югры. Ранее специалисты брали пробу воздуха, однако превышения вредных веществ выявлено не было. Однако жители считали, что исследования проводили в то время, когда запах уже отсутствовал. На одном из прямых эфиров глава Сургутского района дал поручение профильному департаменту решить эту проблему. После чего мэрия заключила контракт с лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии. Подрядная организация планирует приступить к мониторингу. Попросил коллег, чтобы, значит, по вашей заявке или там жители Белого Яра выезжали и в выходные, и в праздничные дни, и в ночное время. Потом департамент ЖКХ на своем сайте, на своей страничке укажет телефон, по которому можно обращаться, чтобы вот по заявкам жителей приглашать эту экспертную организацию для проведения замеров. Первые замеры воздуха на содержание в нем вредных веществ сотрудники лаборатории уже провели. Специалисты отметили, что для корректной работы приборов температура воздуха должна быть не ниже минус 5 градусов. Аппаратами измеряли вещества, которые выделяются при горении. После специалист передал протокол с результатами врачу, который их анализирует и выдает заключение. При выявлении превышения максимально допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Роспотребнадзор и прокуратура обязаны проверить ближайшие предприятия, найти среди них источник и выдать предписание на устранение нарушений. Оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, углерод сажа, взвешенные вещества, бензол. Вроде бы все. Будем измерять прямыми измерениями и также будем отбирать на фильтры, в поглотители. У каждого вещества есть предельно допустимая концентрация, которая должна быть соблюдена. Если она превышает, значит что-то угрожает жизнедеятельности человека. Головокружение, головная боль, потеря сознания, отравление. Есть вещества, которые накапливаются у человека, как канцерогены. Их как бы так не вывести. По итогам проверки превышение концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Соответствующий документ пришел в администрацию Сургутского района. Специалисты профильного департамента отметили, что исследования воздуха продолжат весной следующего года. 75% выдано. В Сургуте уже месяц действуют социальные транспортные карты на проезд в городских автобусах. Напомним, современный пластик номиналом в 1120 рублей, что хватит на 40 поездок, пришел на смену денежной выплате. Прежде пенсионерам, почетным горожанам, детям из семей, потерявшим кормильца, ежеквартально выплачивали по 600 рублей. Всего в нашем муниципалитете на бесплатные поездки имеют право 27 тысяч человек. Впрочем, как заверили в мэрии, раз в месяц специалисты делают запросы в социальную службу по данным о сургутянах, пользующихся льготой. Если горожанин, например, устроился на работу или переехал в другой субъект, то карту блокируют. Пассажиры автобусов отмечают удобство новой альтернативы. Лично мне удобно. Я постоянный пользователь пассажирского транспорта городского. Поэтому, ну да, может быть, ну может быть что? Может быть, можно было бы и больше поездок. Потому что мы же пенсионеры. У нас что? Больница сейчас, одна главная дорога поликлиники. Бывает, быстренько ее используешь, а потом, ну, а так вообще очень удобно. Расчет удобный, приложил карту и без проблем. Не надо монеты считать, сдачу получать. Лично меня устраивает. Бесконечные упражнения для ума. Игра, которая развивает концентрацию, критическое и абстрактное мышление, помогает решать сложные тактические задачи. А в конечном итоге продлевает жизнь. Все это о шахматах. Первый с начала пандемии турнир прошел в обществе неработающих пенсионеров ПАУ «Сургутнефтегаз». На первое за два с половиной года встречи ветеранов присутствовала наша съемочная группа. Дмитрий Круговец продолжит. Впервые с весны 2020-го в обществе неработающих пенсионеров «Сургутнефтегаза» прошел шахматный турнир. Из-за пандемии ветераны не встречались в клубе, занимались дома. История спортивного мероприятия насчитывает более двух десятилетий соревнования, проходит трижды в год и приурочены к 23 февраля, ко дню победы и к отраслевой дате, посвященной работникам нефтяной и газовой промышленности. Лилия Буяк, кажется, участница едва ли не всех турниров в обществе неработающих пенсионеров. Она уже почти четверть века, а роман с шахматами длится в разы дольше. В пеневском лагере играла. Я туризмом занималась. Везде, где среди туристов находимся, там поиграем. На работе во время обеда там поиграем. Так что, в общем-то, просто везде играли. Играл за Быстринку в свое время. А здесь играю с 97-го года. Я уже 25 лет. Юбилей почти здесь играю. Ветеран Лилия Буяк много лет отработала в НГДУ «Быстринскнефть». Трудилась в конструкторском бюро, была инженером по охране труда, цеха по капитальному ремонту скважин, заместителем председателя правкома. После выхода на заслуженный отдых стала одной из активисток в обществе неработающих пенсионеров. Среди пожилых людей это отдушина. И вот пока была пандемия, мы настолько уже стасковались. Так что иногда даже друг к другу ездили в гости. Потому что нельзя так. Ребята как в болоте начинаются уже стасковать, скучать. Затем иммунитет падает почти у всех стариков. Узнав о снятии части коронавирусных ограничений, члены общества неработающих пенсионеров с энтузиазмом отреагировали на возможность встретиться за шахматной доской. Играли участники по круговой системе. Каждый из 12 шахматистов провел 11 матчей. Один тур длится максимум 15 минут. Времени, отмечает судья соревнований, хватает всегда. Уровень подопечных совершенно разный. Некоторые приходят начальные, можно сказать. Потом увлекаются и продолжают набирать мастерство, так сказать, опыт. Другие приходят уже, имеющие второй разряд, первый разряд. Был у нас и мастера. Это обычные люди, пенсионеры, которые увлекаются шахматами. Для них это удовольствие, для них это времяпривождение, для них это время, где побыть вне дома, пообщаться. Шахматы – это же не просто, оно как бы и искусство, и спорт, и творчество. И помогает, допустим, профилактика против инсульта. Потому что во время, когда мечтаешь, что это самое, ну, считаешь варианты, красновжение мозга улучшается, против болезни акземеров врачи рекомендуют то же самое заниматься. Ну и кроме того, вот это вот самое главное – общение. Ну и спасибо, как говорится, Сругутнефтегазу за то, что все-таки такой клуб есть. И это для нас – это большой подспорь для пенсионеров. Всего в обществе неработающих пенсионеров Сругутнефтегаза более 6,5 тысяч участников. Около 200 из них активные. Всем им за 60, но они регулярно посещают различные кружки. По бисероплетению, вязанию, кройке и шитью создан хор «Нефтяная радуга». Есть группа здоровья, где ветераны занимаются физкультурой. У нас кружков много. Желающие приходят. Эти кружки у нас проходят три раза в неделю. У нас всегда, в общем-то, Сругутнефтегаз всегда нам помогает. Любые вопросы мы всегда обращаемся к руководству. Ещё никогда нам не отказывали. Сругутнефтегаз поддержал общество неработающих пенсионеров. И в этот раз, передав участникам и призёрам награды, третье место занял Виталий Шалобода. Серебро у Ивана Кутейко победу одержал Валерий Дерезовский. Но главное – все участники получили возможность не только сменить обстановку и насладиться любимой игрой, но и после завершения турнира пообщаться в тёплой обстановке за чаепитием. Дмитрий Круковец, Николай Сапожников, Сургут-24 Это была последняя информация о выпуске. Корреспонденты телеканала «Сургут-24» продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и на нашем сайте. Впереди ещё прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю за внимание. До свидания. Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Белые ночи». «Белые ночи» расположились на Мелик-Карамово, одной из уютных улиц Сургута. Развитая инфраструктура района, парк геологов, Кафедральный собор «Преображение Господня» способны сделать проживание в вашей новой квартире самым комфортным. А ещё в жилом комплексе «Белые ночи» отличное дворовое пространство со спортивными и детскими площадками. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. 7 важных плюсов Телеплюс. Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. Телеплюс. Для любимых абонентов. Включено всё. «Лаврадио» – один из самых успешных брендов страны. Нас слушают энергичные и целеустремлённые люди. Ведь мы берём от жизни всё. Эфир «Лаврадио» – это эксклюзивные музыкальные премьеры и новости музыкального мира. Звёздные гости и крутые призы. «Лаврадио» – это утренние шоу «Красавцы». Музыкальные итоги за неделю. Танцевальная музыка. Игры в прямом эфире. И… «Биг Лав Шоу». В общем, вы поняли. Слушайте «Лаврадио». Окружной паблик ВКонтакте ОМЕДИЯ ЮГРА. Увидели что-то интересное? Узнали что-то важное? Хотите рассказать об этом всей Югре? Пишите. Присылайте фото и видео в сообщения группы ОМЕДИЯ ЮГРА. Станьте нашим ньюсмейкером ОМЕДИЯ ЮГРА. Субтитры создавал DimaTorzok. Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута Югры на Рутюб-канале ОМЕДИА. Сургут 24. Подпишись, будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМЕДИА. Сургут 24. 16+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова